А вот Дагестан. У вас есть какие-то данные по Дагестану? Конечно, Дагестан это тоже ряд разных гоплогрупп, но из них, в частности, выделяется R, R1B. Что такое R1B? Я уже упоминал, что R1A это этнические русские, а R1B это их братья. Ну видите, R1 и тоже, R1A на то же расхождение. R1A и R1B, но это разные народы. R1B сейчас живут в Европе, центральная и западная, до 60%. А R1A живут в Восточной Европе, 50-60% это и Россия, и Украина, и Белоруссия, и Польша, и сопряженные страны. Так вот, Дагестан, R1B, откуда они, казалось бы, там взяли, причем древние, она еще доевропейская. Дело в том, что древние меграции R1B, они вышли из Южной Сибири, уже это показано, уже сделаны раскопки, найдены там древние ископаемые ДНК, датировка 24 тысячи лет назад, гоплогруппа R. То есть до этого это была вообще фантастика, никто в это не хотел верить. А сейчас уже доказано. Так вот, они вышли из Южной Сибири, прошли крупным путем, большим. Они пришли в итоге на русскую равнину, и оттуда спустились, так сказать, через Кавказ в Месопотамию. И вот на Кавказе очень много их осталось. И в Дагестане. Вообще в Дагестане такие загадки, это в другой раз поговорим, но тем не менее, вот есть такой народ лаки или лакцы. Это очень маленькое, буквально несколько деревень, такое племя. И как недавно выяснилось, они говорят на шумерских языках. Ну, можно сказать, шумерско-аккадских. Тут можно по-разному. Короче, они читают без словаря шумерский словарь. И, как мне пишут о ней, что, оказывается, они были поражены. Узнавшись, детские песни, которые они пели с детства, они как раз шумерские. Более того, там у них, скажем, есть народная песня про некую красавицу, которая там Ассур-Река в море унесла. Но нет у них никакой Ассур-Реки в Дагестане. Идем в Месопотамию, там Ассур-Река. То есть вот эти вещи, когда я сообщаю об этом лингвистам, они говорят, да они с ума сошли. Ну, а ДНК генеология подтверждает, да? Да, что это древние люди, что это на самом деле похоже на шумерской гоплогруппы. Что это действительно связь есть прямая, вот как раз, лакцев и ассирийцев. А ассирийцы предполагаемые потомки шумеров. Так что это не так, найдем все равно.